Музыка Приветствую друзья, будем распаковывать посылку очередную Заказывал Cubot S200 или Cubot, кто как правильно называет Сейчас тяжело определить как правильно звучит смартфон с английского или с китайского языка Чем интересен смартфон? Конечно же свои батареи Многие обратили свое внимание на данный смартфон Конечно же я обратил внимание, не хочу сильно, чтобы порезать коробку Так как нет здесь, видите, пожалел наверное продавец Много не положил пупырчатой, просто внутри пусто Давайте посмотрим на коробку Обычная коробочка, в черном цвете, плотный картон Сейчас редко встретишь где плохой картон, то есть мягкий Так как основные покупатели, как правило, не китайцы, а за границей Так, смотрим, что в комплектации Описание, видим на бумажке, что как где Расположена такая же книжечка Инструкция на английском языке Могли бы, конечно, уже и на русском делать Хотя нет, подождите, друзья Или я уже, мне показалось, что где-то увидел русский язык Да, вот, смотрите Тут кое-что есть по-русски То есть вот Вы легко найдете функции просмотра фотографий То есть кое-что есть на русском Молодцы, я уже хотел сказать, что редиски Так как основная масса покупателей Российской Федерации, Украина, Беларусь, Казахстан Страны Прибалтии Поэтому Уже давно было это пора делать китайцам Они для На английском языке все инструкции То есть вот так вот Давайте глянем, что Тут у нас шлейф Кабель USB Стандартный Иногда пишут люди Зачем распаковки То есть показывают, что там в коробочках лежит Всем интересен смартфон Ну, может быть, кому-то интересно сразу смартфон Вернее, всем интересно Но нужно посмотреть, что в комплекте Так как вы закажете иногда Вернее, вы можете заказать Он придет, допустим, без бампера Хотя написано, что бампер поставляется заводом производителя Или еще что-то там Допустим, пленки не будет Ну, мелочь Но в наше время, при нашем нынешнем курсе доллара Согласитесь, даже тот же бампер стоит реально денег Так, то есть пленочка, видите, в комплекте идет Подарок Вот сюда вот инструкцию И сам бампер Вот он одет сверху, чтобы место сэкономить Вот так вот Коробка нам уже не понадобится Вот сюда и в сторону Бампер пластиковый Обычный прозрачный белый пластик С матовой крышкой Ну и сам смартфон, друзья Как многие знают Куб от компании среднего класса Не супер-пупер бренд Но, тем не менее, выпускает приличные смартфоны Через мои руки пару смартфонов прошло Ну, вот так вот, друзья, смартфон выглядит В черном цвете Структура похожа на кожу Но это пластик Даже вот строчка видна якобы ниткой Но это тоже все Бутафурное На самом деле это пластик Да, это практично Если бы это кожа была, то Буквально за полгода это все бы потерлось И пришлось бы Одевать или бампер, или еще что-то Что здесь у нас по кнопкам Включение смартфона с правой грани У нас на правой грани качелька громкости Также здесь сверху вход под наушники По центру сверху USB-зарядка Снизу отверстие микрофончик Больше здесь ничего нет Кнопки 3 Слева на правом меню Домой-назад Кнопки скорее всего не подсвечены Так как обрисованы металлики Поэтому скорее всего не подсвечены Название бренда Кубот или Кубот Вспышка С левой стороны квадратная камера На 8 мегапикселей Вот такое вот обрамление Тоже скорее всего это все пластик И расположение динамика Нестандартно Большинство располагает Или на тыльной стороне снизу Или на торце То есть вот здесь вот А здесь находится справа Ну посмотрим конечно же Давайте друзья Вскроем Посмотрим что у нас под крышкой Как заявлена была батарея МТК 82 процессор Стандартно Ничего нового я не расскажу Да и вы не услышите Вот такая вот крышка Пластиковая Гнется Тоже хорошо Лишний вес Чтобы не придавал Так как смартфон Не маленький Давайте Видим написано Open Где открывать Доставать батарею Ну и название То есть Кубот из 200 Модель все частоты Вплоть до 3G Конечно же сетей Две симки Одна из них Стандартная Вот так вот Вставляется видно по рисунку И одна микро И microSD Расширение до 32 гигабайт Вот эта надпись Меня всегда потешает Действительно 3D саунд Какой 3D саунд Обычный динамик Простой Дешевый Ну и батарея Самое интересное Батарея была заявлена 3300 мАч Вот этот скотч Противный Который Поставляется заводом Но его так неудобно снимать Он рвется Действительно Мерзкий скотч Нет чтобы как-то его там Закрыть чем-то таким Обычным Просто Чтобы для транспортировки Так как он видите На куски разрывается По себе И Прилипает к пальцам Неприятно Ну и батарея Друзья Батарея не маленькая Смотрите 3300 мАч И давайте по весу Посмотрим Сколько весит сама батарея Интересно На весы Вот так вот Примерно Около 3000 батареи будет Ну посмотрим В процессе тестирования Я думаю Скорее всего Здесь так и будет Где-то в районе 3000 Не 3300 Скорее всего Около Примерно Около 3000 Батарея будет Ну, посмотрим в процессе тестирования Я думаю, скорее всего, здесь так и будет Где-то в районе 3000, не 3300, но, скорее всего, около 3 Хороший у меня дизайн, что-то такое Внешне, конечно, многие заметили Что похоже на Samsung Galaxy Note Ближе, скорее всего К третьей версии Только в мини-размере, так как там 5,7 Здесь 5-дюймовый Достоинство, конечно, что дисплей HD, не QHD Это уже плюс Ну и МТК-82, то есть Среднее железо, не супер-пупер заряженное Но большинству будет достаточно Громкий динамик Внешний Если слышно вам, друзья Ухудшения минимальны То есть, даже вот если так На поверхность положить Все-таки немножко Ну, скорее всего Это достигается за счет камеры Камера здесь выпуклая Где-то на практически миллиметр То есть, есть прослойка небольшая Между вот этой рамкой Акантовкой камеры И динамиком То есть, решеткой Соответственно, звук распространяется лучше Но, тем не менее Звук очень неплох Даже Я не слышу, чтобы он захлебывался Или дребезжал Даже у GIO S3, на мой взгляд Звук дребезжит Посмотрим, как снимает камера Android Так, что по настройкам у нас По настройкам Смотрим Стандартно, скорее всего Здесь все Параметры Но вот Насыщенности не хватает Немножко Наверное, добавлю Как по мне Но дисплей неплохой Смотрю, вот именно хороший За такие деньги Смартфон стоит 100 долларов Насколько я знаю В районе 100 Там, 100 с копейками То есть, очень неплохо Так Звук щелчка Отключим Улыбки Вот эти все ненужные 20 снимков Фото 13 мегапикселей 4 к 3 Тоже не нужно Нужно Во весь экран Но весь экран У нас максимум Получается 10 Насколько я вижу То есть, 10 мегапикселей Широкоформатно будет Ну, вот так вот Пускай будет Ну, неплохо Что у нас С фокусировкой Или с макросъемкой Да, вот Фокусируется Андроида Отключил звук Чтобы не напрягал Со вспышкой Посмотрим Как фото Это быстро Фото, это видео Тоже, скорее всего Пишет Full HD Так как здесь Все стандартно То есть Видите, хорошее Это максимально Full HD Фото Конечно же В формате JPEG Видео Видите Иногда бывает Вот у Дешевых смартфонов То есть Не срабатывает Всегда Хотите нажать Где-то Оно Фокусируется Именно пальцем Куда вы нажимаете То есть Это от отзывчивости Дисплея Зависит Вот эта фотка Не получилось Это со вспышкой Было Ну и Это вот Фотка Да, камера На 8 мегапикселей Посмотрим Может здесь Интерполяция Стоит 5 мегапиксельная Камера Ну видно хорошо То есть Видно Андроида Неплохо Прикольные цвета Мне нравятся По цветопередаче Дисплей Думал Бюджет Все-таки 100 долларов По большому счету 100 долларов Смартфонов много Как вы знаете Друзья Но именно С батареей Хороший На 3000 Не так уж и много И приятный дизайн Действительно Посмотрите на дизайн Мне нравится дизайн Аля Такой себе Note И неплохо Посмотрим Обновление Опять же Присутствует Буду Тестировать Более детально Друзья Уже в обзоре Посмотрим камеру Потестируем звук Внешний динамик Мне уже понравился И дисплей Мне понравился При том что Запас яркости Очень высокий На этом друзья Все Спасибо за просмотр Спасибо за внимание Если вам понравилось Отметьте лайком Спасибо постоянным зрителям Заходите на наш сайт Также не забывайте BadAndroid.com Нашу группу Алекс Риел посещать И новым зрителям Рекомендую Подписаться на наш канал Все самое лучшее Самые интересные гаджеты Актуальны только у нас Всем удачи друзья Увидимся Пока